МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЮ ВАС! Бонжорно! Хеллоу! Бутентак! Нихао! И снова здравствуйте! Меня зовут Юрий Прокопенко. В эфире чудо-проект «Знай наше». Сегодня. Ладно, прочь пафос. Мы побываем в одном из лучших санаториев Могилевской области и на одном из лучших мебельных производствах. Поехали! Санатории Могилевщины в рекламе не нуждаются. Они хорошо известны эффективностью лечения, качественным обслуживанием и красивым ландшафтом. Сейчас мы находимся на территории одного из лучших санаторий области. Это санаторий имени Владимира Ильича Ленина в славном городе Бобруйске. Давайте узнавать о нем больше. А поможет нам в этом главврач санатория Андрей Миканович. Здравствуйте, Андрей Иосифович. Здравствуйте. Тут прекрасный воздух. Отличный пейзаж. Да, в самом деле так оно и есть. У нас здесь хорошая территория, и наш санаторий в этом деле выгодно отличается от других санаториев нашей страны, потому что совмещает в себе и одновременно городской уют, где можно буквально 15 минут пройти и до центра попасть, и окраина города, где все красоты открываются. Прекрасный пейзаж и пляж наш, и луга. По Бобруйскому санаторию имени Ленина 68 лет, но здесь отлично уживаются прошлое и современность. Отремонтированная корпуса и ухоженная территория находятся под пристальным взором Владимира Ильича. В утреннее время на самой территории санатория немноголюдно. Отдыхающие принимают процедуры. Их здесь, только представьте, порядка 400 видов, одних только ванн около 30. Основной профиль санатория – это заболевание опорно-двигательного аппарата. Плюс к этому мы имеем возможность лечить болезни нервной системы, пищеварительной, урологические проблемы, гинекологические. По желанию можно заказать и дополнительные процедуры. Например, радиочастотный лифтинг – это безоперационная подтяжка кожи лица. А ещё самые различные виды массажей. Любой каприз, разумеется, не бесплатно, но в пределах разумного. Питевой бювет, там много вкусной, полезной минеральной воды. Замучила жажда. Вперёд! 14 кранов и все с водой. Откуда водится? У нас есть своих 4 источника минеральной воды. Два из них питьевых. Источник номер 2 и источник номер 4. Температура 18-20. С чем можно эту воду сравнить? Ну, как раз источник номер 2 – это аналог воды санатория Трусковец. Эх, жаль, не вовремя мы приехали. Завтрак уже закончился, а до обеда ещё 2 часа. Но придётся поверить на слово начальнику столовой Елене Анатольевне. Елена Анатольевна, чем кормите отдыхающих? Ну, у нас составлено трёхнедельное заказное меню для отдыхающих. Все три недели у нас, значит, меню, это блюда не повторяются. Много очень блюд у нас в белорусской кухне. Много очень фирменных блюд наших. Нормально, как в санатории. А, так это же и есть санаторий. Ну, а теперь в номерах. Оценим жилфонд. Типовой номер, жилая комната, санузел, шкаф. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Стиль минимализма, но в то же время комфортно, да, я смотрю? Конечно. Мягко. Широкая кровать мягкая. Красивые шторы. Это я делаю рекламу санатория имени Ленина. Всего в санатории 210 номеров. Одна и двухместная. Есть трехкомнатный номер люкс. В каждом все, что необходимо. Включая телевизор. Отдыхающая программа «Узнай наше» посмотреть смогут. Конечно, я думаю, что они будут интересны, они будут себя увидеть. Отдыхающих в Бобруском санатории имени Ленина много. Люди бронируют места задолго до приезда. 300 человек – постоянная величина. Процентов 70 из них – это гости из России. Им слово. Мы приехали из Москвы на неделю в этом году. Отдыхаем мы здесь уже второй год. И вот эта атмосфера, которая осталась, наверное, еще из моей молодости, когда вот все такое непосредственное, человеческое, теплое, доброе, оно, конечно, очень располагает. И реально отдыхаешь здесь просто классно. А еще отдыхающих привлекают цены. В санатории имени Ленина по логике они должны быть доступными – советскими. Наш санаторий считается таким бюджетным санаторием. И цены здесь невысокие относительно. Стоимость одного места в двухместном стандартном номере в первом корпусе будет около порядка 280 тысяч белорусских рублей. Во втором корпусе, который у нас немножко похуже, там нету современного ремонта, порядка 230. Это все включено питание, лечение? Да, конечно, все включено. Сюда включается 9 видов процедур, которые мы посмотрели. В лечебном корпусе питания четырехразового и проживания в наших номерах. Я прочитал у вас на сайте такой вот рекламный слоган, и вот записал. Санаторий имени Ленина в Бавруйске – самый гостеприимный санаторий Могилевской области и всей страны. Не слишком ли громко сказано? Мы заинтересованы в том, чтобы к нам ехал наш клиент, наши отдыхающие. Это факт. Если не будет наших гостей, не будет и нас. Поэтому мы рады всех приветствовать. И поверьте, мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых не прошел бесследно, вы поправили свое здоровье и отдохнули в нашем санторе. Пожалуйста, приезжайте к нам в гости. А сейчас наша рубрика «Душевный разговор на мягком диване». Рубрика новая, только что придумал. Я вам предлагаю экскурсию в мир мягкой мебели. Я уверен, вы узнаете немало интересного. Мы на частном бавруйском предприятии «Экомебель» и с нами его директор Владимир Каширин. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день. Владимир Анатольевич, название «Экомебель» само по себе подразумевает экологическую мебель. Почему так называется ваше предприятие? Ну да, наша мебель экологическая и экономичная. То есть то, что нужно предпринимателю. Два понятия, да. Вы пейте кофе и не стесняйтесь. Спасибо. У вас, знаете, очень такие мягкие диваны. Да, можно посильнее. Еще сильнее можно? Так я аж... Удобно. Да, независимый блок. Все надежное и качественное. У вас тут много моделей диванов, да? Много производите? Ну, более 15 моделей, плюс индивидуальные заказы. Любое исполнение желаний, плюс, естественно, То есть вы можете сделать все, что угодно? Любой заказ клиента. Вы мебельные волшебники? Ну, мы не скажем, не волшебники, но мы можем многое. Скажите, а где вот эта волшебная мастерская мебельная? Можно посмотреть? Да, это в Сычку, недалеко от Бавруйского. Мы можем туда съездить. Мы поедем? Поедем. Давайте. Давайте. Где мы? Это солярный цех. Начало производства нашей мебели. Здесь происходит пленение заготовок и сборка каркасов. То есть самый такой старт всего производства? Самое начало, да. Я смотрю, так вот оборудование у вас хорошее, современное? Ну, мы обновляемся постоянно, да. Сидим за технологией. И пытаемся покупать по мере возможностей новые стены. Качество превыше всего? Качество важно очень, да. Мы об этом думаем. Следующий этап производства – сборка деталей дивана. На заготовку наклеивается поролон, настилочный материал и, самое главное, независимый пружинный блок. Независимый пружинный блок – что это такое? Независимая каждая пружина в ткани. Соответственно, получается, если при эксплуатации нету соединения между блоками, она индивидуально нажимается в той точке, где нажим происходит, допустим, под блоком, только здесь. А в обычном блоке все пружины между собой… Это вот этот обычный блок? Да. Они связаны с железной проволокой. Соответственно, получается, когда нажимаешь, он весь сложится. Это и есть независимое. То есть зависимость здесь получается в этой стойке. В чем преимущество независимого? Может быть, больше срок службы или… Больше. Больше срок службы. Это называется ортопедическое основание. В производстве мягкой мебели здесь используют только высококачественные материалы. Так говорят. Например, ткань. Используем ткань из всех, что присутствуют в Белоруссии. И плюс… Сколько вообще видов ткани? Примерно, ориентировочно. Можете сказать, чтобы вы работаете? На одну тысячу. Десяща? Да. В заключении производства в детали укладывают синтепон, одевают чехол и соединяют детали между собой. На выходе получаются вот такие красивые и удобные диваны и кресла. На складе они не залеживаются, спрос есть. Как уверяют на предприятии Эко-мебель, главное преимущество их продукции – оптимальное сочетание цена-качество. Владимир, меня, как и большинство наших телезрителей, наверняка интересует вопрос, ну, как говорят в Москве, москвичи, что по чему? Ну, цены видны здесь. Обычный прямой диван стоит 5 миллионов 187 тысяч. То есть у вас продукция ориентирована на, скажем так, среднюю? На среднего покупателя, да. Самая массовая мебель. Я думаю, что сложно будет в такой комплектации найти дешевле. В нашем мире представлено по всей Белоруссии около 50 магазинов во всех крупных областных городах и достаточно мелких. Плюс у нас есть интернет-магазин, где можно сделать заказ, там будет минимальная наценка с доставкой. Владимир, у вас дома какая-то? Наша. То есть это Эко-мебель стоит? Да, изготовлена по издеваемому заказу. И как, довольны качеством? Очень довольны, да. Ну, я думаю, наверное, это говорит обо всем. Покупайте наши мебели. Вот и все. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое. Выбор всегда за вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова